Всем привет, друзья! Меня зовут Александр Идоринкин. Добро пожаловать на канал, который посвящен Австралии, иммиграции в Австралию, образования в Австралии и изучения английского языка по всему миру. Я являюсь зарегистрированным миграционным агентом в этой прекрасной стране в Австралии. Вот здесь номер моей лицензии, а также являюсь директором компании MyMaggressionOffice, которая предоставляет все эти услуги. Сегодня мы поговорим об очень интересной теме. Действительно, очень интересной теме, которую меня спросил один из моих подписчиков, отправив мне личное сообщение, попросив осветить вопрос учебы за границей и вообще зачем нужна учеба за границей, вообще зачем нужно получение образования за границей. Возможно, вы думали об обучении образования за границей, возможно, вы хотите учиться за границей, посмотреть новую страну, выучить что-то новое, но не уверены в себе, не знаете вообще зачем это вам нужно. Чтобы как-то определиться вообще зачем это все нужно, давайте посмотрим на то, зачем все-таки нужно получить образование за границей. Вот у меня есть это заграничное образование, и мне кажется, это очень-очень хорошая вещь. Первое, это признание диплома во всем мире. Как вы знаете, очень многие наши дипломы стран с постсоветского пространства не признаются во многих странах мира. Это, конечно, очень печальная новость, потому что я считаю, что уровень образования в данном случае в России, страны, из которой я приехал в Австралию, находится на достаточно хорошем уровне образования. Это не какая-то банановая республика, и специальности, на которые учатся в России, которые признаются, и дипломы, которые получают ребята в России, должны все-таки признаваться. Мне так кажется, но, к сожалению, такого признания нет. Или есть, но не всегда. Так вот, получение образования за границей дает вам возможность признания диплома во всем мире. Скажем, у меня есть диплом австралийского учебного заведения, я могу найти работу в Лондоне. Почему бы нет? Не проблема. Покажу свой диплом, все поймут, кто я, что я, где я учился, и все признают. То же самое касается эконом Канады, европейских стран и других стран. Далее, второй пункт – это карьера и более высокая зарплата. Но мне ли вам объяснять, что знание английского языка на должном уровне и получение образования за границей дает вам возможность карьерных перспектив, дает вам возможность получения более высокой заработной платы, дает вам возможность стать более высокооплачиваемым работником, дает вам возможность вообще изменить свое мышление, свой мир. Все в своем карьерном плане. Поэтому да, да, да. Иммиграция. Почему я здесь написал звездочку? Потому что обучение в какой-либо стране, в данном случае мы можем говорить про Австралию, это не равно и вообще не всегда равно иммиграция. Вы обучаетесь в стране, да, получаете местное образование, да, излучаете английский язык, да. Если вы подходите под критерии иммиграционных виз, то вы получаете свою иммиграцию. Иммиграция, конечно, не совсем не всегда зависит от получения образования в стране, но получение образования в стране в каких-то случаях приближает к получению иммиграции в этой стране. Так что я поставил здесь плюс, да, это тоже плюс, это тоже плюс, и это тоже зачем нужно учиться за границей. Идем далее, связи, связи, которые вы получите, это тоже очень важно. Если вы учитесь в хорошем учебном заведении, вас окружают люди, которые тоже, может быть, непростые люди по жизни, такие, как и вы, то есть у них есть связи, у вас есть связи. Если вы с кем-то подружились, обменялись контактами, сделали какую-то деловую переписку, сделали какой-то проект, почему бы и нет. У вас этих связей не было, и при обучении в заграничном университете, например, в австралийском университете, у вас появятся, могут появиться эти связи. И последнее, опыт. Опыт проживания в другой стране, опыт, это одно из самых важных звеньев, которые у нас есть, одно из самых главных впечатлений, которые вы можете получить. И это не просто слова. Я живу в Австралии уже не один, не два, не три, не четыре года, и не пять лет. И я знаю свою жизнь до Австралии, я знаю свою жизнь уже по приезду в Австралию. И как будто проживание в Австралии, это как будто проживание, что ли, разных жизней, которые у меня есть. Это получение бесценного опыта, который я получил. Возможно бы я получил этот опыт в той или иной степени, проживая у себя в стране. Возможно бы я его не получил, возможно бы мне потребовалось больше времени, чтобы получить этот опыт. А в Австралии я его получил относительно быстро. Поэтому обучение за границей это опыт. Конечно, опыт обучения в университете, опыт взаимодействия с людьми с разных стран мира, опыт проживания в другой экосистеме, это очень и очень важно. Если вы думаете о получении образования в Австралии, вы должны также понимать, где вы будете учиться, как вы будете учиться. Вы должны очень серьезно подходить к этому вопросу. Наша компания и наш образовательный агент работают с Southern Cross University, университет Южного Креста, который является номером один на протяжении четырех последних лет по уровню поддержки иностранных студентов. Поэтому, если вы хотите обучаться в университете Южного Креста, пожалуйста, заходите на наш сайт imagrash.com. Ссылки будут в описании к этому видео. И загружайте свою информацию, пишите сообщение, Виктор вам ответит. Также, в принципе, если вам не подходит программа Southern Cross University, вы можете подступить в другой университет государственной Австралии. Мы тоже можем вам к этому поспособствовать. Если вам нужна консультация по получению визы в Австралию, иммиграции в Австралию, напишите мне. Все ссылки будут в описании к этому видео. Добавляйте друзья в Facebook, во Вконтакте. Подписывайтесь на мою группу Вконтакте. И до новых встреч. Привет из Сиднея. Пока.